В эти дни повсеместно в регионах чествуют людей, которые в тылу помогали ковать победу. Слова благодарности за самоотверженный труд и мужество звучат и в адрес повладарских тружеников тыла. Почти каждый день в регионе проходят торжественные мероприятия, где их награждают юбилейными медалями. С первых дней Великой Отечественной всю промышленность переиртышли, переориентировали для нужд фронта. В кратчайшие сроки увеличили добычу угля, золота, серебра и соли, а также производство зерна, мяса и шерсти. Уже на посевную в 42-м году вышли около 2000 женщин-трактористок. Многих отправили на эвакуированные в Павлодаре предприятия. Для работы на шахтах, оборонных предприятиях и на лесозаготовках дополнительно мобилизовали 16 тысяч человек. Все это были женщины, старики, подростки и дети. Помимо боеприпасов, продуктов питания, спичек, теплых вещей для бойцов, Павлодарцы отправили на освобожденные от оккупации территории 235 комбайнов, 45 тракторов, почти столько же автомашин и около полутора тысяч лошадей и коров. При этом сами в тылу испытывали острый дефицит продовольствия. Тяжелая доля выпала на нашу судьбу. Пришлось работать с 8-летнего возраста, добывать себе, как говорится, кусочек хлеба. И сегодня нас так хорошо приняли. Спасибо огромное. Всем огромного здоровья, счастья большого и всех земных благ.